В эфире информационная программа Их профессия – дарить людям радость и праздник. 25 марта в России отмечается День работника культуры. Поздравления традиционно принимают артисты, библиотекари, режиссеры и даже бухгалтеры. Театр кукол работникам культуры подарил спектакль. Гостем праздника стала и Марина Комиссарова. 34 работника культуры сегодня получили награды от представителей администрации города. Между тем, это лишь маленькая часть тех, кто трудится ради того, чтобы горожане могли после трудных рабочих будней верениться проблем от страницы и дать отдых своей душе. Сфера культуры, как отметил глава города Олег Булеков, не менее важна, чем, например, экономика. Сами знают, что прошлый год – это 70 лет победы, и 920 лет города нашего любимого, и много других юбилей Есенина. И поэтому, конечно же, мы с огромным удовольствием скажем спасибо нашим работникам культуры. Поздравим их с этим праздником. День работника культуры не случайно решили отпраздновать в стенах театра кукол. Это одно из любимых для посещения мест не только детей, но и взрослых. Тем более, что спектакли здесь играют как для малышей, так и для их родителей. Снился мне сад в подвенечном уборе. По мотивам рассказа Антона Павловича Чехова – одна из таких постановок. Режиссер Олег Жукжда второй раз ставит спектакль для Рязанского театра кукол. И сегодня этот спектакль стал необычным подарком от кукольного театра коллегам. Я хочу поздравить всех коллег, работающих в сфере культуры. Это очень обширная сфера, которая включает в себя очень творческих людей, очень искренних людей и очень бескорыстных людей. Март действительно очень такой выдающийся праздник. Месяц на праздники. 21 марта мы отмечали Международный день кукольника. Сегодня отмечаем День работника культуры. Впереди 27 марта Международный день театра. Поэтому я всех поздравляю. Всем желаю крепкого здоровья и отличного настроения. 2016 год объявлен Годом кино. Поэтому в вестибюле кукольного театра царит особая атмосфера. Хотя волшебство в этих стенах, как известно, обитает и без дополнительных деталей. И в этот праздничный день в Рязани на улице Горького установили мемориальную доску композитору и знаменитому рязанскому хормейстеру Евгению Попову. Евгений Попов работал с хором более 40 лет. Сначала в должности художественного руководителя, а затем консультанта. За это время народное искусство и уровень коллектива ему удалось поднять на небывалую высоту. В 2001 году хору было присвоено имя легендарного руководителя. Народный артист, заслуженный деятель РСФСР, композитор, на счету которого сотни произведений. Евгений Попов сумел сохранить около 20 народных песен. Многие из них входят в золотой репертуарный фонд рязанского хора. Другой яркий пример творчества Евгения Попова – цикл авторских сочинений на стихи Есенина. И сегодня, в день открытия памятной доски, на его доме здесь собрались самые близкие люди и коллеги композитора. Александр Ермаков учился с великим мастером в Рязанском музыкальном училище. Брал у него уроки композиции вокального мастерства, владения хором. Они долгие годы общались на творческой основе, делились замечаниями по поводу творчества друг друга. Коллеги композитора говорят, что Евгений Попов обладал высокой эрудированностью, тактичностью, а в плане композиторских возможностей – даром свыше. И создать мелодию, сочинить мелодию практически невозможно. При современной технике, не раз такую задачу ставили самым мощным компьютером, ничего у них не получилось. Почему? Потому что музыка – это божественное искусство, которое открывается не каждому. И вершина этого искусства, конечно, мелодизм. Вот Евгений Григорьевич обладал этим мелодизмом, вот его мелодии, которые звучат. Они будут звучать всегда. Мелодии Евгения Попова звучали и в этот день, во время открытия памятной доски. На протяжении всего мероприятия Рязанский государственный академический русский народный хор напевал всем знакомые мотивы. На этом творческие выступления не закончились. Некоторые из пришедших делились стихами, написанными в честь композитора. И вот она, веская дата, в ней жизни весомое слово, звучит величавые кантаты о славной дороге Попова. Другие вспоминали, как работал Евгений Попов и благодарили его за проделанный труд. Он собирал голоса по всей Рязанской области и находил удивительные темпры. Я думаю, что Евгений Григорьевич радуется там сверху, что мы с ним и что мы поем его на такой. Открытие памятной доски состоялось на доме номер 37 по улице Горького. Здесь композитор жил с 1979 по 1994 год. Здесь же и сейчас живут его дети, внуки и правнуки на третьем этаже простого дома, со всех сторон окруженного березами. Здесь все осталось, как и было при дедушке. Мы даже обстановку не меняли, оставили, в общем-то, все то же самое, как и было. Мы сохраняем традиции и пианино у нас стоит в том же самом месте, где я стоял при дедушке. Потому что я знаю, что для него это был очень дорогой предмет, поэтому дедушка не раз об этом говорил, что пианино для него это что-то очень важное, действительно для него, вот прям что-то необыкновенное. Внучка композитора рассказала, что ее дедушка привел любовь к искусству многим из ее семьи. В том числе и она выбрала гуманитарную направленность по образованию культурологическую. Это все-все от дедушки. Любовь к Есенину, то, что я люблю действительно поэзию, это все от дедушки. Люблю народные песни, это тоже все от дедушки, от бабушки. Потому что бабушка у меня солистка рязанского хора была, они там нашли друг друга. И, в общем-то, песня всегда звучала у нас в квартире, до сих пор звучит, мы поем. Центральный банк России на днях отозвал лицензии еще у двух банков. В Рязани филиалов этих учреждений нет, зато до сих пор не утихают споры про те, которые закрывали в течение прошлого года. Так, например, с истории об удивительном исчезновении бюджетных 78 миллионов рублей. Средств гарантийного фонда Рязанской области и забанкротившегося мастер-банка ознакомилась Оксана Тебенихина. Александр Шерин адресовал главе СКР Александру Бастрыкину и руководителю генпрокуратуры Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой разобраться, почему и кто принял решение перевести денежные средства гарантийного фонда Рязанской области именно в мастер-банк. Тем более, накануне отзыва у банка лицензии. У меня также возникает вопрос, почему был избран именно этот банк, потому что существуют более сильные, более устойчивые банки. Тем более, информация о том, что финансовое положение у мастер-банка, она была уже известна в средствах массовой информации. И действительно, когда ЦБ принимает решение по отзыву банка, естественно, Центробанк знает, какие денежные средства находятся и чьи денежные средства находятся на счетах банков. Поэтому, принимая решение об отзыве лицензии этого банка, в том числе, необходимо было предполагать, что эти денежные средства могут не минуться в бюджет. На сегодняшний день ответа от руководителей ведомств не последовало, но у депутата Госдумы Александра Шерина имеются свои предположения относительно их реакции. Я думаю, что соответствующие будут указания из федеральных структур на региональный уровень. Должны будут, соответственно, провести проверку по данному факту. Это все-таки депутатский запрос. В том числе, этот вопрос можно поднять и на уровне Государственной Думы. Можно инициировать парламентское расследование. Можно инициировать запрос со стороны Государственной Думы. Ну и дальше должны приниматься меры для того, чтобы выяснить, кто принимал решение перечислять эти денежные средства. Какие меры были предприняты для того, чтобы эти деньги вернулись в бюджет Рязанский область. Центробанк отозвал лицензию у мастер-банка еще в ноябре 2013 года. Мастер-банк, как утверждают в ЦБ, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем части ненадлежащей идентификации клиентов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведении крупномасштабных сомнительных операций. Сегодня в Рязани в ДТП с участием маршрутки пострадали 6 человек. При подъезде к остановке водитель маршрутного такси начал притормаживать, но не рассчитал скорость и врезался в троллейбус, из которого в это время выходили пассажиры. Разбитая маршрутка и несколько потерпевших – это результат произошедшей аварии. Происшествие случилось в Рязани в один из самых оживленных периодов времени, когда все люди спешат на работу примерно в 9 утра. Вместо аварии маршрутного такси и троллейбуса – остановка УРТ в городе Рязани. Повреждения маршрутки видны очень хорошо. Она с большой силой въехала в стоящий на остановке троллейбус, который в этот момент высаживал пассажиров. Ко времени приезда съемочной группы троллейбус уже был убран. Производился отгон маршрутного такси для того, чтобы освободить дорогу для транспорта. По предварительным данным, водитель маршрутного такси, выезжая к остановке, начал притормаживать. Однако скорость его движения не позволила ему полностью остановиться, в результате чего произошло столкновение с троллейбусом, который находился на остановке, осуществляя высадку пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия в маршрутном такси шесть человек получили травмы различной степени тяжести, двое из которых госпитализированы в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Свидетелями этой аварии стали многие граждане нашего города. Некоторые из них поделились своим мнением по поводу произошедшего. По их словам, они совершенно не удивлены тому, что одним из участников аварии стала маршрутка. Ведь часто водители маршрутного такси достаточно ярко проявляют себя с помощью лихой езды. В результате многие пассажиры часто испытывают страх при поездках на этом виде общественного транспорта. Ну, небезопасно, потому что все знают, как они ездят. Как бы и даже на ходу, кто стоит, все падают. Это очень... Ну, надо следить за водителями, как они водят. Их специально проверять надо. Ну, у них как гончая езда, они между собой соревнуются, как бы вообще пассажиров не уважают. Небезопасно. Потому что правила нарушают, ставят дорожное движение, обгоняют, навстречу выходят. Едешь и боишься, особенно за ребенка. Резко тормозят и приходится держать, чтобы не ударилось, не стукнулось. Поскольку маршрутное такси априори является довольно быстрым транспортным средством, пассажирам в любом случае следует быть как можно аккуратнее. И хотя в маршрутках существуют ремни безопасности, не все ими пользуются. Так что гражданам остается держаться крепче. А водителям стараться соблюдать скоростной режим на дорогах города. В Рязани открылась российская выставка «Забытые сражения». В витринах представлены образцы техники российской и зарубежной армии. А также ключевые эпизоды мировой истории от древнейших времен до наших дней. В том числе и военных конфликтов в Сирии и на Украине. Выставка «Забытые сражения» проводится в нашем городе уже в восьмой раз. Статус всероссийской. Каждый год подтверждается расширяющаяся география участников, которые, если и не приезжают, то присылают свои работы из таких далеких уголков нашей страны, как Ханты-Мансийск, Тобольск, Анапа. Всего же, по предварительным подсчетам, в этом году модели приехали более чем из 60 городов России. Участие в этой выставке-конкурсе могут принять как дети, так и взрослые. Каких-то особых требований к экспонатам не предъявляют, но отмечают, что с каждым годом мастерство моделистов растет. Иногда приходит в голову мысль, ну вот люди достигли уже как бы пика возможного. То есть лучше сделать уже нельзя. То есть настолько все тонко, все мелкие детали проработаны. А покраска ювелирно сделана. Показана не только вот именно окраска, показан свет, тени с помощью всевозможных пигментов. Показан эффекты там загрязнения, запыления, все что угодно. Там сажа на выхлопной трубе, там масло где-то подтекающее. То есть вот можно рассматривать с лупы эту модель, там час, полчаса и находить какие-то новые вещи. Но проходит год, те же самые моделисты и новые моделисты, влившиеся в эти ряды, привозят свои работы и удивляют нас тем, что уровень поднялся еще более. Работ заслуживающих особого внимания много, ведь моделисты со стажем недовольствуются стандартными наборами, имеющимися в продаже. Зачастую они дорабатывают детали, а некоторые и сами их изготавливают, пользуясь фотографиями и чертежами. Именно таким образом наш земляк создает вот такие инженерные машины, детали которых в продаже найти невозможно. Обычно в случае с подобными эксклюзивными моделями в ход идут самые разнообразные материалы. Бумага, картон, пластик и даже различные виды смолы, из которых отливают отдельные детали. Помимо моделей военной инженерной техники, на выставке представлены диорамы, целые сюжетные сценки с огромным количеством мельчайших деталей. Посвящены они военным конфликтам прошлого и настоящего. Также здесь можно увидеть работы профессионалов, которые создаются целыми творческими коллективами. Над каждой подобной миниатюрой трудятся как минимум три человека. Скульптор, литейщик и художник, который все это аккуратно расписывает. Авторы этих работ из Санкт-Петербурга участвуют в выставке уже не первый раз. А вот результаты трудов поискового отряда представлены здесь впервые. В принципе, что моделисты, что поисковики, они как бы занимаются одним и тем же делом. То есть мы реконструируем события прошлого. Только они это реконструируют в натуральную величину. То есть вот эти ордена – это не подлинники. Потому что золотая звезда Герои Советского Союза, орден Победы, который изначально выпущен всего в количестве нескольких штук, награждались только военачальники высокого ранга. Он не может здесь присутствовать в подлиннике. В лучшем случае где-нибудь в Алмазном фонде можно их на выставке увидеть. Это все точные копии в масштабе, что называется, один к одному. А вот пистолет-пулемет Шпагина является деактивированным подлинником. Причем, судя по многочисленным зазубринам, явно побывавшим в бою. Итоги выставки конкурса «Забытое сражение» будут подведены 16 апреля. А до этого времени у вас есть возможность познакомиться с этими удивительными экспонатами, которые выставлены на третьем этаже торгового центра «Десяточка». На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея Новведенской». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова